Всего же на конкурс было заявлено около 1300 творческих произведений от 77 журналистов и руководителей СМИ по 40 номинациям. Жюри этого года отметила программу «Вечер во Владимире». На протяжении 12 лет ежедневно ровно в 18.00 на нашем канале стартует двухчасовой прямой эфир. Жители региона могут задать свои вопросы первым лицам области и города. Губернатор Владимир Сипягин в рамках церемонии награждения вручил памятный знак за постоянный диалог со зрителем редакции телеканала «Вариант». Он вручается Олегу Владимировичу Скопцову, генеральному директору ООО «Первое городское телевидение», то есть телеканала «Вариант». Кроме того, в конкурсе журналистских работ редакторы и ведущие телеканала «Вариант» Елена Хомякова одержала победу в номинации «Демографическая политика» за лучшие работы в электронных СМИ, за серию репортажей в проекте «Талант быть мамой». Всего победителями конкурса в различных номинациях были объявлены 31 журналист и руководитель СМИ. Глава региона Владимир Сипягин поздравил всех присутствующих корреспондентов, редакторов, теле- и фотооператоров, звукорежиссеров. С прошедшим днем российской печати пожелал творческих успехов и призвал сотрудников СМИ к правдивости. Это, кстати, нормально. Когда вы пишете жестко, главное правдиво писать. Главное писать правдиво, и тогда читатель будет вас уважать. Потому что если вы где-то обманываете, то следующая публикация, она уже не будет интересна читателю, когда вас выведут на чистую воду. Это тоже очень важно. Уважать, конечно, ту сторону, о ком вы пишете, это тоже очень важно, потому что из этого складывается то, о чем я сегодня сказал, это взаимное доверие. Высшие награды конкурса Гран-при губернатора области, присуждаемый за социальную ответственность, активную гражданскую позицию и высокую профессиональную репутацию удостоен ветеран Владимирской журналистики Александр Сухарев. В настоящее время он работает членом правления Союза журналистов Владимирской области и руководит Владимирским региональным отделением комитета по защите свободы слова и прав журналистов Союза журналистов России. Ведет активную издательскую деятельность.